До этого какое дело возразил Овчинников, не прощавший без верия другу и однокашнику? Как какое? Искренне изумился Миша. А ёлка? Ёлка. А секиру знаешь? Ёлки, брат, у вас в Париже устраивают. А социалистическая пенитенциальная им другое название определила. Кольнули мы Мишу его партийным прошлым. А мы и здесь свой Париж организуем. Собственную рю-дарю. Замечательно будет, одушевился Миша. После проверки в келью никто и не заглянет. Дверь забаррикадируем. Окно на третьем этаже. Хоть молебен служи. Ёлочку небольшую, конечно, срубишь ты. Через ворота нести нельзя, у вас будет подозрение. А мы вот что сделаем. Я на угловую башню залезу и бечёвку спущу. Ты, возвращаясь, привяжи ёлку, а я вздёрну. В темноте никто не заметит. Идея была заманчива. Вернуться хоть на час безвозвратно ушедшее. Пожить в том, что бережно хранится у каждого в сокровенном уголке памяти. Но ведь надо ещё один священник. Вышел из своего обычного оцепенения барон. Это Рождество. Не лично это. Надо молиться. Я, конечно, могу читать молитвы, но по-немецки. Это вам как? Непонимаемо? Да, папа надо, раздумчиво согласился Миша. Мне-то, конечно, это безразлично. Но у нас всегда в сочинник папа звали. Без папа как-то куца будет. Не то. Вопрос в том, какого? Мы-то как на подбор. Все разноверцы. Россия – православная империя. Барон строго обвёл всех своими оловянными глазами и для убедительности даже поднял вверх высохший, как у скелета, указательный палец. Россия есть православный религион. Банк Сэнц и ироним, конечно, не сможет. Он будет занят. Пусть служит русский. Далековато от нас, Рогожская-то, – улыбнулся Вася Овчинников. Пожалуй, не поспеем оттуда нашего-то привезти. Решено. Вопрос лишь, кого из священников резюмировал я. Никодима Утешителя? Ясно его. По всем статьям. Во-первых, он замечательный парень, а во-вторых, голодный. Покормим его для праздника. Замечательному парню, как назвал его Миша, отцу Никодиму, было уже лет под восемьдесят, и парнем он вряд ли был, но замечательным он был действительно. Его знали все заговорщики, и кандидатура была принята единогласно. Подготовка к запрещенной тогда на материке и на соловках рождественской елке прошла как по маслу. Решат задумал изумить всех своим искусством и, оставаясь до глубокой ночи в своей мастерской, никому не показывал изготовленного. Все будет, как первый сорт, ствердил он в ответ на вопросы. Живой товар. Я все знаю, что тебе надо. Всякие хурда, мурда, и рыбка, и ангел. А у вас, у басурманов, разве ангелы есть? С сомнением спросил Вася. Есть совсем шаг ты, взмутился турок. Как может Аллах быть без ангел? Один бог, один ангел для всех. И фамилия та же самая. Кабарил, Исмаил, Азараил. Совсем одинаково. Миша также держал в тайне свои приготовления. И лишь Вася и овчинников с бароном открыто производили свои химические опыты, стараясь отбить у ворования ее неприятный запах. Химики они были плохие, и по коридору нестерпимо несло прелы тюлениной. В сочельник я срубил елочку и, отстав от возвращавшихся лесорубов, привязал ее к бичеве в условленном месте. Дернул, и деревце поползло вверх по заснеженной стене. Когда, обогнув Кремль и сдав топор дежурному, Боря вошел в келью, елочку уже обрежали, хлопотали все. Решат стоял в позе триумфатора, вынимая из мешка рыбок, домики, хлопушки, слонов. Он действительно превзошел себя и в мастерстве, и в изобретательности. Непостижимо, как он смог изготовить все это, но его триумф был полным. Каждую весь встречали то шепотом, то криками восторга. Трогательную детскую сказку рассказывали нам его изделия. Теснились к елке, к мешку, толкались, спорили. Миша, стремившийся всегда к модернизму, упорно хотела одеть бумажную юбочку пляшущего слона, уверяя, что в Париже это произвело бы шумный эффект. Дура ты, монпарнацкая, разумлял его степенный овчинников. Зеленые слоны еще бывают, допиваются до них некоторые, но до слона в юбке и допиться никому не удавалось, хоть бы в Париже. На вершине елки сиял, нет, конечно, не советская звезда, а венец творчества Ришада, сусальный, вызлоченный ангел. Украсив елку, мы привели в порядок себя, оделись во все лучшее, что на нас было, выбрались, вымылись. Трудновато пришлось с бароном, имевшим лишь нечто покрытое лепестками всех цветков, бывшие когда-то пиджаком. Но Миша пришел на помощь, вытащив из своего чемодана яркий до слепительности клетчатый пиджак. Облачайтесь, барон, последний крик моды, даже не Париж, а Лондон, модель. Рукава были несколько короткие, в плечах жало, но барон сиял и даже как будто перестал хромать на лишенную чашечке ногу. «Сервируем стол», провозгласил Миша, и теперь настал час его торжества. «Становись конвейером». «С по полу. Дверь прикрылась». «Приоткрылась». «Приоткрылась, да. И в щель просунулась голова дежурного пороть охранника старого еврея Шапиро». Шапира. Шапиро. Шапира. «Бывшего хозяйственника ГПУ, неизвестно, за что сосланного на Соловки. Попались. Секирка неизбежна, а зимой там верная смерть. Пронеслось в мозгах у всех, кроме разве барона, продолжавшего стоять в позе каменной статуи. «Ай-ай, это таки настоящее Рождество. И ёлка, и батюшка, и свечечки, не хватает только детишек. Ну и что, будем сами себе детишками?» Мы продолжали стоять и стуканами, не угадывая, что сулит этот визит. Но по мере развития монолога болтливого Шапира возрастала и надежда на благополучный исход. «Да, что ж такого, старый Арон Шапиро тоже будет себе внучком. Отчего нет? Но дежурного, а дежурного всё-таки позабыли. Это плохо. Он тоже человек, и тоже хочет себе праздник. Я сейчас принесу свой пай, и мы будем делать себе Рождество, о котором будем знать только мы одни». Голова Шапира исчезла, но через пару минут он протиснулся в келью целиком, бережно держа накрытую листком бумажки тарелку. «Очень вкусная рыба, по-еврейски фиш. Хотя не щука, а треска. Сам готовил. Я не ем трефного. Я тоже верующий, знаю закон. Все евреи верующие, даже Элей Батроски. Хотя, конечно, про себя. Это можно. В Талмуде всё сказано, и учёные Рэбби знают. Батюшка, давайте молиться Богу». «Благословен Бог наш всегда, ныне и пресно, и во веки веков. Аминь». «Амин», повторил деревянным голосом барон. «Амин», шепотом произнёс пан Стась. «Отец Никодим служил в полголоса. Звучали простые слова о рождественском вертепе, обыскавших истинный мудрецах и о только жаждавших её простых, неумудрённых пастухах, приведённых к пещере дивной звездой. Электричество в келье было потушено, горела лишь одна свечка перед ликом Спаса, и в окнах играли радужные искры, величавого сполоха, окорблявшего торжественной многоцветной бахромой тёмную ризу у усыпанного звёздами неба». «Разные там овцы, усляты, верблюды главы своей предмладенцем преклоняют, а мы про то поём». «А скоты-то чего же кланяются? Они что, понимают?» «А как же!» Всем лицом заскретился отец Никодим. «Понимать не понимают, а сочувствуют». «Потому они и твари Божьи». «Потому и они, и твари Божьи». «Посибо, брат». «Даже и древо безгласное, и то радость Господню приемлет. Апокрифическое предание о том свидетельствует. Как же скотам-то не поклониться ему в вертепе?» «Ему в вертепе». «Поклонимся же ему сегодня, ты, скот в вертепе». «Ты иногда не так уж глуп, как кажется, Адамант». Не то раздумчиво, не то удивленно ответил Миша своему другу. конец неожиданный. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Продолжение следует...